В средневековье варикозно измененные вены лечили опасными методами. Их вырезали, перевязывали и делали кровопускание. Так что порой даже современные люди представляют себе операции на сосудах очень болезненными и опасными. Варикоз – это то, о чем мы будем говорить сегодня. Диагностика, лечение, в основном хирургическое лечение. Это программа «Здоровье». Я Бария Тубрынская приветствую вас всех. Здравствуйте. С удовольствием представляю моего сегодняшнего собеседника, нашего гостя в студии. Это Физулий Сокодевич Гасанов, заведующий сердечно-сосудистым отделением и руководитель первичного сосудистого центра Центральной городской больницы Дербента. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Вот распространенное мнение, что женщины болеют варикозом почти в три раза чаще мужчин. Однако с самыми тяжелыми формами измененных вен обращаются именно мужчины. Почему так? Если это правда, конечно. На самом деле это правда. Да, действительно, женщины болеют варикозной болезнью гораздо чаще, чем мужчины. Одним из толчковых механизмов – это беременность. То есть это одним из таких провоцирующих факторов к развитию варикозной болезни. И очень часто, когда беременные женщины не проводят своевременную профилактику варикозной болезни в период непосредственной беременности, они доходят до естественного варикоза, который, собственно говоря, после требует уже попадения ко мне или к моему коллеге для проведения консультации. Мужчины, да, действительно, они очень часто обращаются с более тяжелыми формами. Но тут, как бы, в принципе, если считать и женщин, и мужчин, то один на один и выходит, грубо говоря. Мужчины просто склонны чаще махать рукой. Да, и так сойдет неплохо. И не обращать на это внимания, считая то, что это, в принципе, нормально. Скажите, а насколько именно это заболевание передается по наследству? Потому что наследственно передающих заболеваний очень много, на самом деле. Существует на самом деле теория о передаче по наследству, сцепленная с полом. Также существует теория о том, что, в принципе, любой человек может быть подвержен сосудистым проблемам. И это может произойти уже на третьей неделе беременности, когда происходит закладка соединительно-тканной трубочки, из которой у нас потом развиваются сосуды. И на фоне чего, то есть мы можем уже получить естественное осложнение в виде, ну, например, варикозной болезни. Есть такова вероятность, на самом деле, с наследством. Есть такая теория. Ну, говорить на сегодняшний день со стопроцентной уверенностью, то есть, ну, это как 50 на 50. Скажите, вот если человек знает, что у него наследственный фактор, там, мама, тетя, бабушка, кто-то был с этой проблемой, тем более выраженной. Есть ли какие-то необходимые дополнительные меры исследований или вообще как правильно себя профилактировать в этом случае? Ну, если мы знаем о том, что у нас там мама, бабушка, там, родители, так скажем, страдают варикозной болезнью, то, ну, конечно же, необходимо прибегать к естественным мерам профилактики. Ну, во-первых, это статические нагрузки, связанные с длительным пребыванием на ногах. Это поднятие тяжестей, это становые нагрузки, связанные с, например, поднятием штанги, да, что у нас очень часто практикуется. Вот. Девушки, прекрасная половина, например, в период беременности, то есть, это ношение ластического компрессионного трикотажа. Это ходьба, это движение, это профилактика очень хорошая. И, ну, соблюдение культуры труда и культуры физического отдыха. То есть, отдых, он не должен быть исключительно только пассивным. Пришел домой, этот самый лег и лежу сутки, потом на следующий день выхожу и начинаю тот самый, как его работать, как будто бы ни в чем не бывало. То есть, конечно же, каждый день необходимо двигаться. Есть даже рекомендуемая дистанция ходьбы в день для человека, она должна составлять не менее трех километров в день. Ну, вот очень разные, между прочим, параметры. Одни говорят, три, другие шесть минимально для того, чтобы сосуды правильно работали. Кто-то говорит о том, что без десяти километров в день вот сохранить здоровье в веке гиподинамии невозможно. Ну, давайте смотреть так, Бориат. Ну, например, есть люди, которым и тридцати километрам будет мало. Ну, возьмем какого-нибудь марафона. Мы сейчас говорим о выживании. О выживании. Минимальная дистанция три километра, она будет вполне достаточная. Это усредненная цифра, которая уже стоит в многих рекомендациях врачей-реабилитологов, лечебной физкультуры, физиотерапевтов. Также стоит это в рекомендациях. О том, что усредненная цифра три километра в день для людей, страдающих хронической именно венозной недостаточностью. Если мы говорим о артериальной недостаточности, то тогда да, тогда усредненная цифра идет уже пять километров. Вот вы говорили о компрессионном белье. Компрессионные чулки придуманы очень-очень давно. Но вот насколько на сегодняшний день они используются правильно? Потому что это все-таки дискомфорт. А мы привыкли, чтобы все было быстренько, все за нас кто-то сделал. Да, современная жизнь. Что такое? Все же изобретения, они мотивированы чем? Ленью. Если бы человек не был так ленив, он мало что изобрел бы. И вот насколько на сегодняшний день такой инструмент профилактики и лечения варикоза, как компрессионное белье, насколько востребованы и насколько они модифицированы для комфорта и удобства? Ну, сейчас огромное количество всевозможных так называемых фармацевтических компаний готовы предложить большое количество, то есть огромную линейку компрессионного трикотажа, в частности чулочков, буквально по индивидуальному размеру. И на наш современный мир мы можем подобрать себе компрессионные изделия, нужные компрессионные изделия нам, согласно рекомендациям доктора, можем подобрать под любого человека. И не просто его подобрать, а сделать его ношение и одевание более комфортным и удобным. И как бы на сегодняшний день это очень актуально. Раньше приходилось брать эластичный бинт и бинтовать эти ноги. То есть лень привела нас к тому, что мы это человечество разработали чулки, которые давят одинаково, у которых нет перепадов давления. Ты явно этим чулком в каком-то месте не перетянешь, в другом месте не послабишь. Ты сделаешь равномерное давление по всей поверхности ноги, тем самым создашь равномерное давление, что более благоприятно будет влиять на твое здоровье. Моментально избавляет от ощущения напряжения в ногах, моментально избавляет от отечности. Ну я не сказал бы то, что прям моментально избавляет. Ну как бы чулки не должны... Просто их просто не носили так. То есть пока мы не встали на наши ножки, мы уже должны одеть компрессионные чулки. И тогда это будет правильное надевание компрессионного трикотажа. А если мы их одеваем в середине дня, в конце дня, то это неправильное использование компрессионных чулочков. Мне бы, конечно, хотелось вернуться к тому, с чего я начала этот эфир, и спросить у вас, насколько на самом деле мучительны и сложны эти операции, раз уж мы говорили о том, что происходило в Средневековье. Но все-таки давайте начнем с начала, сказала я почти к середине выпуска. Это программа «Здоровье». Напоминаю, сегодня, 26 мая, мы обсуждаем в прямом эфире такую тему, как варикоз. Тема обширная, разнообразная, вопросов очень много и занимательных, и интересных. Вы можете подключиться к обсуждению на странице в Инстаграм, в странице программы «Здоровье» можете оставлять свои вопросы, параллельно идет эфир. Можете звонить к нам в прямой эфир 69-44-72, телефон прежний. Дозванивайтесь. Физулий Сокотевич Гасанов, руководитель первичного сосудистого центра Дербенской ЦГБ, нас сегодня консультирует. Физулий Сокотевич, первые признаки варикоза. Синдром беспокойных ног. Мы приходим в конце дня, ножки у нас ощущение отечности, визуально можем отеков не видеть, ножки тяжелые. И мы, приходя, улажаясь уже в кровать, отдыхать, мы не можем найти удобное положение для своих ног. Некоторые говорят, что они гудят. На этом я вас остановлю. О симптомах варикоза, о том, как все начинается, буквально через 2,5 минуты. Не переключайтесь, это всего лишь рекламная пауза. Мы будем вас ждать. Выписываю ваши вопросы, уважаемые. Зрители, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели. Сегодня мы говорим о варикозе, о том, как вовремя его диагностировать, как правильно лечить. И, наверное, успеем затронуть еще послеоперационный период, период реабилитации, как правильно его провести. Физулий Сокотевич Гасанов, сердечно-сосудистый хирург, руководитель первичного сосудистого центра Дербенской ЦГБ, нас сегодня консультирует. Физулий Сокотевич, мы остановились на том, что вы ранние симптомы варикоза нам рассказывали. Это синдром беспокойных ног, когда ноги гудят. Да, это первичные проявления. Мне кажется, у любого человека после 25 лет, когда с техосмотра организм снят, он уже гудит, все, я так думаю. Нет, как раз-таки после 25 лет, наверное, при этих симптомах пора уже ставить на техосмотр плановый человека. Я хотела сказать, что технические поддержки сняты. Пора на регулярный техосмотр. Ну, возможно. Синдром беспокойных ног на самом деле нет привязки к возрасту. То есть синдром беспокойных ног, он может начаться и в 15 лет, он может начаться и в 80 лет. То есть нет абсолютно привязки к возрасту. Должен быть какой-то толчок, какой-то стимул для того, чтобы это все начало проявляться. Мы продолжим после звонка, на звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Я хотела бы спросить, можно ли женщинам при варикозном расширении вен ходить в тренажерный зал? Итак, можно ли девушкам? При варикозном расширении вен девушкам допускается посещение тренажерного зала, но в виде кардиоупражнений, то есть кардионагрузок. Главное штанги не поднимать. Главное штанги не поднимать. И на сегодняшний день, мы уже говорили, есть большое количество компрессионного трикотажа, в том числе и для спорта. Когда мы можем это белье на себя одеть, оно не будет видно для окружающих, и при этом оно будет нести пользу во время тренировки. И эта тренировка, она даст нам коэффициент полезного действия гораздо выше, нежели если мы будем заниматься даже кардиоупражнениями без компрессионного трикотажа. То есть можно, но обязательно условия – это компрессионный чулкиф либо специальное компрессионное белье, леггинсы в период тренировки. А как понять, что эта тренировка приносит тебе вред? То есть какие симптомы должны быть, чтобы человек с варикозом понимал, что он борщит, что такие нагрузки не для него? Ну, понятно то, что мы не будем затрагивать первые тренировки, когда мы до длительного времени занимались, но физические нагрузки, они должны придавать легкость. То есть на следующий день, через день, после тренировки, вы не должны чувствовать, как будто бы у вас гири к ногам привязаны, и вы еле-еле идете. И ощущение, как будто бы у вас ноги сейчас лопнут, распирают. Очень часто женщины после тренажерного зала, они сразу же бегут к сосудистому хирургу с жалобами о том, что я пошла в спортзал, начала заниматься, у меня, мне стало хуже, и вот я после этого решила все-таки обратиться за помощью к сосудистому хирургу. То есть это происходит очень часто, этот вопрос бывает на консультативном приеме. И всегда всем объясняю одинаково то, что если вы носите компрессионные чулки при варикозе, в варикозе, если вы занимаетесь либо в компрессионных леггинсах, либо в компрессионном трикотаже, в тренажерном зале, кардиоупражнениями, то вы себе не вредите. Если же вы это делаете без этого компрессионного белья, то вы стимулируете развитие варикозной болезни, так или иначе, в любом случае, потому что варикоз, он прямо пропорционален работой мышечному кракасу ноги. Физурий Сокодич, все-таки по поводу симптома варикоза. Вот самое-самое первое, то, о чем вы говорили, ноги гудят, ощущение, что к ногам гири привязаны, вот это вот состояние, да? Да. Но все-таки вот до выраженного, рельефного, вот визуального, что вот прям вены видны, до этого состояния, между вот этими гудящими ногами первыми и до этого, сколько времени проходит? У всех по-разному. Оно может занять год, может занять 20 лет. То есть как бы все зависит от того, как мы реагируем, то есть на вот этот тревожный звонок. То есть кто-то начинает укреплять мышечный каркас, например. Да, вот, к примеру, тот вопрос, который нам сейчас задали, он был очень актуален. Почему-то, что некоторые слышат, то, что ноги гудят, значит, что-то не то, там начинают обращаться, например, в спортзал, там или идут в бассейн плавать. Укрепляется мышечный каркас, и они уходят от этой проблемы. Другая, есть очень маленький процент. Можно избежать этого, не излечиться, а избежать разумными физическими нагрузками. Своевременным обращением к доктору, для того, чтобы он объяснил, что нужно делать, для того, чтобы этого избежать. То есть такое бывает, то, что обращаются такие пациенты, но это очень маленький процент. То есть да, у нас в нашей культуре пока это отсутствует, обратиться к врачу, когда у тебя ничего на самом деле сильно-сильно не болит. Пока не видно, да. Видно, когда стыдно. Вопросы наших подписчиков. Напоминаю, на странице программы «Здоровье» в Инстаграме вы можете оставлять свои вопросы. Даже если мы не успеем во время эфира на них ответить, доктор придет и в Инстаграме на странице обязательно ответит вам. Визуалей Сокотевич, добрый вечер. Судороги на ногах при варикозе. Что делать? Ну, судорожный синдром – это одно из проявлений задержки оттока крови, да, ну, собственно говоря, самой варикозной болезни. Наиболее часто, то есть, помогает гимнастика элементарно. То есть это горизонтальные вертикальные ножницы утром в положении лежа, пока мы не встали, и имитация велотренажера по 10-15 упражнений. То есть, если будем это выполнять каждое утро, то мы будем как раз-таки идти в направлении профилактики варикозной болезни. И назначение в этих ситуациях, то есть, ну, наиболее часто, ну, я лично предпочитаю назначать препараты магния, которые очень, магния очень требуется нервному волокну, который, собственно говоря, вызывает судорожный синдром. И на этом фоне, как бы, судороги полностью уходят, и пациенты себя чувствуют гораздо лучше. Еще один вопрос, Физуалей Сокотевич. Вот то, о чем Вы говорили, когда ничего не болит, к врачу мы обычно не приходим. Есть венозные сеточки, но боли нет, дискомфорта нет. Надо ли обращаться к врачу? Ну, венозные сеточки, то есть у нас же есть еще вариант развития варикозной болезни из-за гормонального нарушения, да, что... к чему женщина очень сильно подвержена ввиду своего анатомо-физиологического устройства естественного. И... Да, мы внезапные. Одним из... Одним из проявлений является как раз-таки это гормональных нарушений сосудистые звездочки, так называемые телеангиэктазы. То есть они могут не нести какого-то значительного вреда здоровью в виде, да, каких-то какого-то болевого ощущения. Могут быть чисто эстетической проблемой. Могут быть чисто эстетической проблемой. Но нередко, но это более часто люди уже... Не люблю это слово, но старческого возраста, пожилые люди, очень часто то, что кожа истончается, и эти сосуды, как бы, грубо говоря, лопаются. То есть они начинают давать довольно-таки такое пугающее очень зачастую кровотечение. Там струя крови может доходить до полутора-двух метров, вот, потому что они бывают напряженные. Ну, к сожалению, такое бывает. При этой ситуации, ну, старческого возраста решается проблемка очень быстро, очень легко, там буквально просто один шовчик, и, как бы, вся проблема уходит. Ну, как бы, такая ситуация тоже возможна, поэтому лучше, если у вас есть сосудистые звездочки, если они вас, ну, уже, как бы, пугают, так скажем, то лучше обратиться к доктору и сделать как минимум УЗИ вен нижних конечностей и начать уже проводить хоть какую-нибудь медикаментозную профилактику. Это как минимум, которое уже необходимо сделать на все 100%. Скажите, вот то, что было заявлено у меня в анонсе этой передачи, то, что раньше эта болезнь считалась болезнью возрастных пациентов, а сейчас были даже подростки. Насколько это верно, исходя из вашей практики? Да, нередко на консультацию приходят и дети. Восьми лет, пяти лет, шестнадцати лет. Ну, как это возможно? Ну, восемь лет ребенок. Ну, что это такое? Ну, говорили про генетику. То есть, в ВОЗе, когда это, как бы, ну, дети. То есть, это мы говорили про генетику. Зачастую это посттравматические. То есть, была гематома, синяк какой-нибудь разлитой, на которые, ну, в принципе, в детстве могли не обратить внимание. Ну, это нормально, там, да, то, что ребенок мог удариться. То есть, синяк мог не вызвать опасения, а вот он мог, как бы, да, в дальнейшем, то есть, спровоцировать развитие. Такое тоже бывает. Это изнурительные нагрузки детей. То есть, у нас сейчас очень актуально отдавать деток во всевозможные виды спорта, очень часто тяжелые физически виды спорта. Плюс питание. Ну, мы раньше лучше питались. И если для взрослого человека при варикозной болезни питание никакого значения не имеет, то для ребеночка как раз-таки оно играет одну из ключевых ролей. То, что ребенку обязательно нужно получать полную группу элементарно тех же самых витаминов для того, чтобы для нормального функционирования и развития, и для укрепления сосудистой стенки. Бывают случаи, когда ребенок дает резко в рост. Сосуды не поспевают просто. И как бы это стимулирует развитие варикозной болезни. Где тонко там и рвется. То есть, у кого-то сосуды слабее, у кого-то суставы, у кого-то сердце. В переходном возрасте ребенок по-разному реагирует. Но 8 лет – это все-таки даже не переходный возраст. Вы меня впечатлили. Ну, нехорошо впечатлили. На самом деле. А насколько эффективно лечится в таком нежном возрасте варикоз? Ну, оперируем крайне редко детей. То есть, преимущественно стараемся вести их консервативно. До совершеннолетия. Для того, чтобы они уже развились полноценным образом. И уже после этого решать проблему. Кроме тех ситуаций, когда это уже приносит ребенку какой-то вред здоровью. То есть, нога отекает постоянно. Например, частые судороги. То есть, вены варикозные увеличиваются, несмотря на консервативную терапию на таблетке. В таком случае, да, мы уже подбираем, как бы уже выбираем метод оперативного решения. Более щадящий метод оперативного решения. Да. Более щадящий метод оперативного решения. Вот это распространенная картинка в американских фильмах. Важные начальники заходят в кабинет, потом кладут ноги на стол. Честно говоря, такая картинка, если не постучаться ко мне в кабинет, тоже ждет любого человека. Но мне интересно. Вот нога на ногу, говорят, нельзя никак. Это тоже такая распространенная, да, картинка из всех фильмов. И наша нехорошая привычка. А вот ноги на стол. Насколько это так полезно, как принято считать? Или это просто вот такой хамский хасиат есть, и каждый человек себя оправдывает? Ну, ноги на стол. Давайте вы ответите после. У нас звонок в студию. Напоминаю, Физулий Сокодич Гасанов, руководитель сердечно-сосудистого центра, первичного сосудистого центра Деревенского ЦГБ, нас консультирует. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Можно вопрос? Да. Скажите, а сколько вам лет? Да, мы вас услышали. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Можно уточнить? Да, 64 года. Спасибо большое. Ну, на самом деле судороги бывают при варикозном расширении вен. Да, действительно, варикозные расширенные вены могут принести судорожный синдром. Гимнастика по утрам мы проговаривали. Проговорите еще раз, может человек только что подключится. Гимнастика – это горизонтальные вертикальные ножницы, лежа в постели по утрам, и имитация велотренажера по 10-15 упражнений. А насколько это прям улучшит состояние? Ну, это мышечный дренаж, естественный, который будет стимулировать поднятие крови, ускорит ее проходимость к сердцу, вот, и будет укреплять сам мышечный каркас. На этом фоне человек себя в течение дня будет чувствовать легче. И если вечером перед сном делать ту же самую гимнастику, да, когда мы уже видим активно варикозно расширенные вены, которые уже выпирающие, да, там, ну, можно сравнить, например, с гроздью винограда, то тоже, если проводить это перед сном, такого рода гимнастику, то засыпать будет гораздо проще. И не будет, как минимум, ноги гудеть и беспокоить, и синдром беспокойных ног также уже не так сильный, будет мешать вам спать. Если вы позволите, я подытожу. То есть, когда вы проснулись, уважаемая телезрительница, находясь еще в постели, обязательно 10-15 упражнений, ножницы и имитация велосипеда. Но это совсем не отменяет необходимости визита к врачу. В таком элегантном возрасте, когда у вас уже судороги, наверняка вам не хватает каких-то микроэлементов. Врач разберется, назначит, и я надеюсь, что этот дискомфорт с вами будет преодолен. Вам здоровья, спасибо, что обратились. Я вас остановила по поводу... Мы говорили перед звонком. По какому поводу? По поводу того, полезны ли... Полезны ли сидячие положения ножки на стол? Ну, по поводу ног на стол не знаю, но возвышенное положение нижних конечностей, оно, конечно же, полезно. В кабинетах, когда это делают, как вы выразились, большие начальники, они заботятся о своем здоровье, заботятся о своих ногах. Действительно, это... И не заботятся о том, как это выглядит со стороны. Да, действительно, это положение, оно действительно полезно. Это, естественно, гравитационные условия, при которых мы живем. Это атмосферное давление, земное притяжение. И кровь при таком положении, она гораздо быстрее доходит до сердца, легче преодолевает естественные барьеры, которые у нас анатомически сформировались при рождении и, в принципе, при нашем создании. О том, почему так вредно и как вы можете это обосновать. Поза нога на ногу буквально после звонка. Говорите, мы его слушаем. У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте. Добрый вечер. Я сизмахартикалия. Хороший инстинкт. Научный инстинкт кардиологии со стеречной зоопертики, где я перелился два года назад. Очень прекрасная клиника. Спасибо руководителю центра и моему лечению, врачу, Чехмагомеду Осману. И вопрос, который хотел задать. Была операция в центре два года назад. Шесть нагрузки распознали на велотренажере. Значит, на станках для упражнений в янолке. Вообще, допустимые нагрузки сейчас. Операцию уточните, какая у вас была? Нет, операция. Валикобритания в яноле. Нагрузки, велотренажеры и так далее, и так далее. Допустимые. Спасибо за вопрос. Да, нагрузки в виде велотренажера они допустимы. Действительно, это относится к кардиоупражнениям, которые оказывают положительный эффект на состояние ваших вен, на состояние вашего, опять-таки повторюсь, мышечного каркаса, который будет вас защищать и предостерегать от рецидива этого заболевания. Потому что это заболевание, оно может рецидивировать. Итак, нога на ногу. Почему это так вредно? И насколько это вредно, как говорят ваши коллеги? Да, действительно, это вредно, потому что, когда мы ставим нога на ногу, то та нога, которая сверху, она переживает пережатие подколенной вены. Это одна из основных вен, которая несет всю кровь, начиная от пальцев до уровня колена. Венка, она очень мягенькая, она легко пережимается. И вот при этом положении, когда мы складем нога на ногу, эта вена сдавливается, и через нее не может проходить кровь. И естественным образом формируется задержка оттока крови, на фоне чего может происходить онемение ноги, чувство распирания ноги, и происходит естественное разрушение варикозной вены. То есть мы ее постоянно растягиваем таким положением, вот, и доводим ее до полноценной варикозной трансформации. Многие слышали о геморрое, однако только некоторые люди знают, что эта болезнь – одно из проявлений варикозного расширения вены. Еще несколько вопросов у меня, и я так думаю, что есть вопросы у нас в Инстаграме. Буквально через 2,5 минуты мы вернемся в эту студию. Не переключайтесь. Венка. Итак, мы остановились на геморрое как одном из проявлений или одной из части варикозных проблем. Части варикозных проблем. Если говорить о, например, той же хирургической ипостаси лечения, практологи этим занимаются или все-таки сосудистые хирурги? Этим занимаются практологи, потому что там нужно работать со слизистой оболочкой, со слизистой оболочкой кишечника и варикозными узлами. То есть, ну, здесь уже это отделено именно врачам-практологам. Прицельно, но да, действительно, геморрой — это также варикозная болезнь. То есть, сами геморроидальные узлы — это и есть варикозные вены. Просто они, вот, в силу характерных особенностей, они выпадают именно так, потому что на ногах то, что мы видим, узлы, они не выпадают отдельно. То есть, их невозможно убрать так, как при геморрое. Ну, их возможно убрать при геморрое таким образом за счет анатомического строения. То есть, если, грубо говоря, на ноге это дерево, перевернуто листиками вниз, то есть к стопе, ну, можно так представить схематично, то геморроидальные венки — это же просто ниточки, которые забирают кровь. И вот, то есть, какая ниточка, грубо говоря, подверглась варикозному решению, та, то есть, и выбукла. Вот. Поэтому таким образом. Почему со временем у одних людей деформируются вены, деформируется мышечная структура вен, а у других нет? За счет чего? Потому что выражают большинство женщин, тяжести поднимает большинство женщин и мужчин. У одних вот струбвенность деформируется, у других нет. Основные причины. Почему? Ну, тут масса причин на самом деле. То есть, ну, как мы говорили, наследственность. Это статические нагрузки, связанные с длительным пребыванием на ногах. Это гормональные нарушения. Это отсутствие профилактики своевременной. То есть, очень часто, не осознавая то, что мы проводим профилактику, да, то есть, мы элементарно там, у нас работа может быть связана с длительными, да, то есть, пешими прогулками, к примеру. То есть, а это является одним из факторов защиты от варикоза, к примеру, да, то есть, мы себя уже, как бы, стараемся ограничивать. Другие же работают наоборот, на работе, где, которая связана либо с длительным... Движения практически нет. Да, то есть, абсолютно. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слышим. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, анемене ног, что можно делать? Чем лечить? Как лечить анемене ног? Возраст 60 лет. Какие-то еще признаки, симптомы вас беспокоят? Да. Вы когда-нибудь обращались к врачу с этой проблемой? Нет. А возраст какой у вас? 60 лет. 60 лет. Инфарктов, инсультов у вас не было? Не было. А анемене вас беспокоят утром или вечером? Постоянно. А сопровождается, может быть, помимо анемене, где-нибудь болевые ощущения, прострелы, подергивания какие-нибудь? Это, по-моему, нет. А работа, с чем у вас связано? Кем работаете? Это самое... Работать не работает, она дома хозяйка. Спасибо за вопрос. Спасибо. На самом деле, анемение может нести как сосудистый характер, так и неврологический. Здесь определенно необходимо начать с врача-невролога, с осмотра врача-невролога и уже оттуда дальше отталкиваться. Если врач-невролог разведет руками о том, что не увидит какой-либо своей проблемы, то, соответственно, надо будет тогда обратиться уже к сосудистому хирургу, выполнить УЗИ сосудов, после чего уже как бы отталкиваться от дальше, то есть в зависимости от результатов УЗИ. Физулий Сокодевич, то, с чего мы начали наш эфир, то, что в средневековье варикозно измененные вены лечили опасными методами, вырезали, перевязывали, делали кровопускание и до сих пор люди побаиваются всей этой истории с хирургическим лечением. Что происходит сейчас? Насколько мучительны эти операции для пациентов? Ну, в средневековье не было наркоза, никакого, кроме дубины. Ну, первый наркоз, рауш-наркоз, который проводили. Какое элегантное определение дубины, рауш-наркоз. Ну да. Сейчас мы владеем огромным перечнем возможной анестезии, плюс к этому у нас добавился перечень возможностей в удалении варикозной вены, то есть мы можем эту вену удалить уколом путем введения препарата, мы можем ее лазером сжечь путем нагревания этой вены, либо классически, то есть эту вену выдернуть, вытянуть, пациент ничего не почувствует абсолютно. Все благодаря анестезии, то есть просто при каждом методе своя анестезия и ранний маленький срок реабилитации. Скажите, меня интересует при каждом из этих методов не только сроки реабилитации, сколько правильная реабилитация, как она должна проводиться с пациентом, ведет ли его врач амбулаторно, что происходит дальше? Да, обязательно, то есть в зависимости от метода выбранного лечения варикозно-расширенных вен, во-первых, метод выбирает сам доктор. Каждый метод он конкретно прописан, то есть когда мы можем использовать тот или иной метод, то есть мы не можем один и тот же метод использовать на всех пациентах. Обычно мы комбинируем два метода друг с другом, но наиболее часто это лазер мы комбинируем со склеротерапией, либо оперативное лечение в классическом варианте мы комбинируем со склеротерапией для того, чтобы достичь максимального результата. После пациент обязательно должен наблюдаться у доктора, есть усредненные то есть значит отсмотры это через месяц 3, 6 и 12 месяцев после операции. Когда мы говорим о варикозном заболевании, то в принципе мы понимаем, что редко у кого это происходит очень быстро, доставляет острый дискомфорт, это вот как сумки, они все тяжелее и тяжелее, мы все привыкаем и провыкаем, синдром такой приученности, как это правильно обозначено. Привыкаем. Привыкаем, да. Будем проще. Человек очень легко адаптируется. Давайте все-таки напомним людям, которые нас смотрят и слушают, чем опасен варикоз. То есть какие он может дать осложнения, они довольно грозные, не просто ухудшают качество жизни, а иногда и ставят жизнь под угрозу. Буквально вчера оперировал одно из таких осложнений, это острый восходящий тромбофлебит. То есть это острый воспалительный тромбоз поверхностной вены, то есть тромб начался ниже колена, вена тромбировалась постепенно, то есть и шла все выше, выше и выше. Естественным, одним из естественных осложнений является это отрыв этого тромба и он может забить коллегичную артерию, то есть это самый печальный, это летальный исход, если произойдет то есть это тромбоэмболия коллегичной артерии. Более щадящий, то есть это он просто останется на уровне этой поверхностной вены и у человека просто сформируется так называемый посттромбофлебитический синдром. Нога будет отекать постоянно, болеть, будет тяжелой, до тех пор, пока мы не удалим эту тромбированную поверхностную, отмечу, поверхностную вену. Еще один вариант развития это перехода этого воспалительного тромбоза, назову его так проще, на глубокую венозную систему. Тогда это будет большой распирающий отек и длительное лечение от 8 до 12 месяцев. То есть постоянно необходима и постоянная будет необходима профилактика. Давайте я вас прыгу и мы еще вернемся к осложнениям, потому что не единственное то, о чем вы говорили, у нас звонок студии, говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда можно узнать? одно время ноги не с того ничего это начало щедреть. У меня, конечно, положили болезнь, там вылечили. Так, сейчас это у меня вот на голени как жгуты такие, и ноги морят очень даже сильно, вот это как короче, и вот так выше ковина боль такая, только боль тогда, когда зелень или трогаешь на руках, как будто она там внутри такой боль, так, а как сильно нажимаешь его найти нельзя, вот это левеньки на касание вот такой боль находится, она правда точками что это может быть? А по внутренней поверхности ноги? А? С какой стороны по ноге? С внутренней поверхности или с наружной? Ну вот это у меня голен сильнело, так, а вот это выше колена такие точки болят, это короче гель не тут касается, она очень сильно болит, как будто я лотирую там идите мой, а как сильно давишь, такого боли нету, понимаете, я его никак не могу насиловать, они точки его, так, лег и прикасанием. А нету покраснений никаких или уплотнений, когда трогаете? Нет, как такого нету, ниже колена у меня было, ниже колена голен, это почернело было, так. А это место не горячее, когда трогаете? А? Это место не горячее, когда трогаете? Нет, не горячее, Спасибо, я так думала, что мы можем спрашивать очень долго. Спасибо, что обратились к нам. Спасибо большое. Ваши рекомендации? выполнить УЗИ вен нижних конечностей определенно на все 100% стоит. Необходимость есть. Необходимость есть, да. согласно симптомам не удалось, к сожалению, выяснить по внутренней или по наружной поверхности все это происходит. Просто если по внутренней поверхности, то это ход, ну, проекция расположения вен. В любом случае, сейчас не будем гадать, человек действительно нужно сделать УЗИ вен нижней конечности. Я думаю, что вы можете обратиться к терапевту, взять направление и спокойно пройти это обследование, пусть все обойдется наименьшей сложностями, выздоравливайте. Спасибо, что обратились к нам. Говоря о возможных осложнениях, здесь я вижу еще трофические изменения кожи, голени с проявлением язвы, продолжительная отечность, раздражение кожи и зуд, заканчивающийся дерматитом и экземой. Вот и хроническое венозное недостаточность. Почему к этому приходит человек? Вследствие чего эти осложнения развиваются? Ну, вследствие своевременного необращения к доктору, потому что довести до трофической язвы, то есть, ну, шесть классов варикозной болезни, то есть, нарушения, которые видны уже на коже, начинаются с четвертого класса, то есть, это экзема, или, как мы его часто называем, еще липодерматоз. Еще также, помимо этого, трофическая язва, это уже пятый класс, то есть, шестой класс варикозной болезни, это когда уже трофическая язва с гнилостным отделением, с гноем. То есть, как бы, мы должны дойти до этого, и человек доходит всегда до этого, то есть, поэтапно, поступенчато. Это состояние, оно корректируется, оно лечится, но требует довольно-таки очень длительного лечения, то есть, это нельзя, то есть, да, как от варикоза пришел, избавился, встал и побежал дальше, у тебя все хорошо. То есть, на ранних стадиях это гораздо проще сделать, чем на уже, когда мы получили такого рода осложнения. Это уже более длительное лечение, у кого-то оно занимает 6 месяцев, у кого-то оно занимает 2 месяца, у кого-то оно занимает год. Но на сегодняшний день это лечится, на сегодняшний день это можно убрать практически без следа, так, чтобы даже ничего не оставалось. Скажите, Физулея Закадиевич, если говорить о уже реализованном методе хирургического лечения, прооперировали человек, почему у одних пациентов эта история заканчивается, ну, естественно, что настороженность есть, и человек занимается профилактикой, он живет без особой потери качества жизни, восстанавливается. А у других пациентов возникает проблема варикозу, но уже на других венах. Как этого избежать? Ну, это своевременная профилактика обязательная, и очень важно то, как у нас происходил послеоперационный период, то есть, насколько мы правильно, во-первых, мы как доктора дали рекомендации пациенту, и он как пациент отнесся к себе. Любой доктор, любой медработник, он может дать пациенту максимум 20%, остальные 80%, это только сам пациент, путем выполнения То есть, когда вы говорите о процентах, это успешное излечение, я правильно понимаю? Успешное излечение, да. Для того, чтобы успешно излечиться на 100%, сам пациент должен приложить гораздо больше усилий, чем любой медик, потому что ты можешь сделать очень хорошо операцию, выполнить, но если человек не будет соблюдать рекомендации послеоперационные, то мы можем прийти к этому рецидиву, к сожалению, и прийти к той же самой операции. У меня на самом деле было еще масса вопросов, всегда считала, что 40-45 минут очень много для передачи, для того, чтобы ее смотреть, но очень часто просто не хватает времени для того, чтобы ответить на все, что интересно по заданной теме. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу, искренне желаю вам дальнейших успехов, пусть все складывается наилучшим образом для вас и ваших пациентов, и все получается, все задуманное, я знаю, у вас много планов, пусть они реализуются во благо всем. Спасибо всем за внимание, на этом сегодняшний выпуск заканчивается, очень надеюсь, что в этой студии мы увидимся ровно через неделю, я Бариата Бронская прощаюсь с вами, берегите себя, мне нравится, что есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова